Ролик мы посмотрим. Автор Сергей Кравцов. Привет, меня зовут Серёжа Кравцов, мне 32 года, я режиссёр, ведущий деловых и частных событий. На протяжении 12 лет у меня есть опыт живого общения с аудиторией, а ещё последние три года я работал на радиостанции, где вёл интервью и музыкальные эфиры. Новость о том, что телеканал ОТВ ищет новые лица, я узнал от друзей и решил попробовать себя в новой ипостаси в качестве телеведущего. Почему я хочу оказаться на ОТВ? Потому что люблю учиться, люблю открывать для себя что-то новое, а ещё моя мама очень рада будет увидеть меня в телевизоре. До встречи на втором этапе. Сергей, вы, по-моему, десятый, кто сказал, меня будет смотреть моя мама, моя бабушка, мои родственники и прочее. Я не совсем уверен, что мама сегодня меня будет смотреть, я думаю, что придётся ей показать этот фрагмент в записи, потому что сейчас у неё отпуск, она на даче. Всё, уже нас обманул. Обещал маму, мама не смотрит. Нет, мама будет рада меня увидеть в телевизоре, когда я буду там в качестве ведущего. Возможно, но это решать только вам. Для чего пришёл сюда на кастинг? Во-первых, выйти из зоны комфорта. Я, если честно, думал, что волноваться не буду, но когда собрали пятёрку и посадили нас сюда, на этот диванчик, я понял, что определённое волнение присутствует. И, наверное, это хорошо, потому что, если есть волнение, значит, мне не всё равно и не безразлично происходящее здесь. А я бы хотел попробовать себя в новой ипостаси. В моём послужном списке ещё нет опыта работы в качестве телеведущего, хотя я работал на камеру, работал в записи. Теперь хотелось бы попробовать и прямые эфиры, и работу с режиссёром, с суфлёром, возможно, с телетекстом. В целом, это то, для чего я пришёл сюда сегодня. Какие вопросы есть ко мне? А вы нас же удивить должны. Я боюсь, что после вчерашнего, после того, как девушка стояла на голове, мне вас удивить уже будет нечем, по крайней мере, в таком формате. Сергей, вы знаете, нас бы удивить со знаком «плюс» после вчерашнего дня, если честно, потому что удивление, оно разное бывает. Мы вчера наудивлялись выше крыши. Да, Данил, в какую сторону хотелось бы сходить для того, чтобы покорить ваши сердца, ну, по крайней мере, сделать так, чтобы галочка сверху моим именем была поставлена. Ну, а тем не менее, давайте уже конкретно о чём-то помечтаем. Какой формат, какую программу вы хотели бы вести? Мне кажется, что я вижу себя в развлекательном формате. Это может быть и ток-шоу, это может быть и стендап в кадре. Мне понравилось, что у вас в анкете есть пункт «YouTube проекты». Это также было бы интересно рассмотреть, потому что наверняка не всё то, о чём мы мечтаем, проходит по формату ОТВ, разная аудитория совершенно. Мне нравилась передача, которая выходила когда-то на ОТВ, называлась она «Все чудеса Урала». Но я бы хотел пойти немного в другой формат. Вот сейчас на волне ограничений поездок, на волне коронавируса все наши соотечественники ринулись смотреть красивые места на Урале. И очень многие из моих друзей сейчас спрашивают, где ты сделал ту или иную фотографию, куда вы ездили отдыхать, почему там нет людей и как туда попасть. Вот, наверное, об этом бы и хотелось вести проект. Здорово, что туда можно сделать много рекламных интеграций в том числе. Ну и это то, чего хотят люди, потому что отдых он круглогодичный. Не только летом этот проект, который бы мог выходить очень и очень долго. Идея хорошая. Кстати, про YouTube канал. Ну вот, что бы там можно было делать, что бы вы хотели делать на YouTube? Вот это один из таких проектов, которые, на мой взгляд, для YouTube. Тут даже не столько путешествия, а столько возможность за одни выходные попасть в несколько, например, каких-то определенных... А почему он не для телевидения, вы думаете? Не знаю. Вот Данил очень здорово сказал, удалось нам пообщаться за кастингом. Он о своем опыте рассказал, о том, что он пришел сюда без ожиданий, пришел в третий уже раз, у меня это первый раз сегодня. И тогда он не думал, что окажется в качестве новостного ведущего, потому что думал, что это не про него. Но продюсеры решили иначе, и здесь логика может выстроиться абсолютно любым образом. Как ты ловко от темы путешествий ушел сейчас, хорошо. Я отвечал на твой вопрос просто. Понятно. Но смотри, а про YouTube, тем не менее, я просто хочу отметить, что я наблюдал трансляцию, тем не менее, многие почему-то, не про вас речь, а многие почему-то считают, что YouTube – это то, что будет в телеке тоже. Нет, я так не считаю. Если это YouTube, то это YouTube направление. Эта работа больше, мне кажется, связана с фрилансом, так как я занимаюсь еще и проектами на повседневной основе, то, возможно, именно такой формат был бы интересен для вас. Тем более, кто-то же должен двигать это направление. Ну, то есть вы рассматриваете работу телеведущего и автора, допустим, какого-то проекта на фрилансе. А еще я рассматриваю «Наше утро». Почему? Потому что уже давно я пытаюсь поменять свой… Там есть шамбатал. Например, но у нее уже есть соведущий. Ну, знаете, нет ничего постоянного, да. Муж не стенка подвинется. Почему «Наше утро»? Мне всегда легче к чему-то стремиться, к чему-то идти, когда есть какая-то ответственность, есть какая-то степень. И «Наше утро», наверное, та возможность мне вставать раньше и поменять свой график для того, чтобы приезжать на УТВ и знать, что там есть режиссер, там есть продюсер, там есть огромная команда, которая меня ждет. Тогда я там окажусь. То же самое со спортом. Ты не всегда готов пойти на пробежку один или вырваться на тренировку один. Но если к тебе приехал друг и сказал «Алло, я тебя жду, я под окнами», ты, конечно же, уже отправишься туда. А на радио вы в каком формате работаете? Что вы делаете? Я не работаю сейчас, но я работал на радиостанции, не знаю, стоит ли ее называть вслух, где был ведущим музыкального эфира и вел собственное шоу по вечерам. То есть диджей, получается? Да, получается что-то. А за информационной поездкой следите? Обязательно. Что вообще последнее произошло у нас в Челябинске, Челябинской области? Прям последнее? Вы наверняка еще не успели ознакомиться с этим. Буквально сразу же после возвращения из Москвы, из командировки, был задержан у нас заместитель министра экологии. И теперь уже точно известно, что... А мы уже про это знаем. А мы уже про это знаем. Какая старая новость. Потому что вы выжили... Не, подождите. Он утром был задержан просто, еще не было известно за что. Теперь уже есть конкретная статья. И известно, что он проходит не свидетелем по этому делу. Респект и уважуха. Ну, потому что действительно, тут нам все время начинают гореть. А, ну какие новости? Ну, экология. Дороги. Дороги. Дороги, да. Мы просто вот за кадром буквально обсудили. Мы пять минут до начала кастинга обсудили именно эту новость. Был перерыв. И действительно, сразу же начинаешь пробегать. А вы знаете, и принесли Пашу эту новость, потому что вышли во вторую смену. У вас была возможность еще побывать на работе. Там, естественно, без этого не обойтись. Хорошо. Вы готовы расстаться с бородой? Это очень интересно выглядит. Я не знаю, готовы ли вы к тому, чтобы я расстался с бородой. Потому что семь лет назад я уже отправлял свое видео в редакцию ОТВ. Тогда мне сказали, что я слишком молодо выгляжу. И не позвали меня дальше. Если я сбрею бороду, мне будет примерно между 14 и 16. Вот если ОТВ готовы к такому, то... Господи, как я тебя понимаю. Как я тебя понимаю. Я приходил вот те самые два раза, про которые ты рассказал, что у меня не получилось. Я был без бороды. И я до сих пор, если убрать бороду, выгляжу лет на 9. Примерно. Потому что появляется вот эта милая ямочка. Да, да, да. Вот такие большие лубки. Ну, на самом деле... Придаем мы так весу себе немножко. Вот так и так. Ну, я почему спросил, потому что важно не то, захотели ли мы сбрить вашу бороду, а готовы ли вы ее сбрить? Готов. Есть фотографии, очевидцы видели. Но, если что, две недели требуется для того, чтобы она вернулась обратно. В принципе, непоправимое можно исправить. Я все понятно. Согласен. Мне реально все понятно. Мы можем Сергея отпускать. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое.